Сегодняшняя наша новая среда посвящена интересной теме культурной революции и вкладу этой культурной революции в новую среду, в создание новой среды. Попадает она на день между Днём России, который я считаю Днём национального позора, ввиду того, что тогда была принята декларация о суверенитете Российской Федерации, это вызвало развал Советского Союза последующий, и Днём летнего солнцестояния, после которого день уже начнёт становиться всё короче и короче и короче, то есть фактически мы устремляемся к зиме. Можно ещё сказать о том, что вот рядом Троица, 23 июня Троица, которая символизирует такое триединство Отца, Сына и Святого Духа. Так что сегодня такая интересная среда, связанная с культурной средой, с культурной революцией. Очень интересно, я думаю, будет послушать сейчас профессионалов, которые выскажутся на эту тему. Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы ведём диалог с Ольгой Борисовной Спиртиной, очень примечательным человеком, имеющим три образования, ГИТИС, МГУ, факультет журналистики, высшие режиссёрские курсы, и ведём этот диалог в рамках нашей рубрики «Новая среда и культурная революция». Потому что какая у нас новая среда без культурной революции? Прекрасная, прекрасная. А для того, чтобы была культурная революция, должны быть движители этой культурной революции. Это правда, да, культурную революцию хотелось бы, честно говоря. Я прям, к сожалению, я революционер, я такой человек нетерпимый, но я же овен, поэтому я всё же прошибаю, я огненный человек. Что не рогами, то лбом. Да, то лбом. Я плачу от того, как некультурно сейчас говорят, от того, как некультурно люди общаются, и от того, как некультурно делается контент, скажем так. Сейчас вот это модное слово – контент. Вот в основном он некультурный. Надеюсь, мы с тобой культурный делаем, да? Ну, мы пытаемся. Мы пытаемся, мы не можем сказать, но мы делаем всё, что от нас зависит. Это правильно. Чтобы укреплять, а не наоборот, не разжижать культуру. Так вот, здесь присутствует в кадре водка у нас. Почему она присутствует? Потому что я бы хотел, чтобы ты сейчас рассказала, как можно выпивать водку. Название у этой водки такое. Сейчас про название поговорим отдельно. Поговорим отдельно. Здесь, кстати, это Богдан Хмельницкий. Гетман Богдан Хмельницкий. А Гетман Богдан Хмельницкий подписал соглашение о воссоединении с Россией. Но учитывая, что это не просто Гетман, а Гетман на укропе, то это можно сказать, что это у производителей есть юмор. Кроме того, если бы здесь была водка, которую можно было купить в магазинах, тогда бы посчитали, что это реклама. А так как эту водку вы в магазинах не купите... Нигде не купите, то мы просто про неё говорим. Здесь все магазины только за линией фронта. Потому что произведена она в городе Львове. Да ладно? Так вот, я почему поставил эту водку? Потому что что-то наш может объединять, а что-то разъединять. В зависимости от того, как мы к этому относимся. Вот водка может как объединять, так и разъединять. В зависимости от того, сколько ты выпьешь, с кем выпьешь и с какой целью. Так вот, к выпивке. Да, вот к выпивке. Всё-таки я во всём стараюсь придерживаться меры. Знаешь, у меня удивительные отношения складываются с алкоголем. Он меня любит, и я его люблю. У нас любовь взаимная. Недавнее я начала пить только после 35 лет. Правда, правда. Я до этого не пила ничего. До этого и так было хорошо. И так было хорошо. Да, мне своей дури хватало. Ты знаешь, реально у меня... Мне доктор объяснил. Оказывается, есть какой-то фермент, который расщепляет алкоголь. И у меня его много. И когда я выпиваю, алкоголь быстро расщепляется, и я опять трезвая. И я всё время хочу опьянеть, но у меня не получается. Я согласен. Фермент надо куда-то девать. Правильно? Иначе он тебя разорвёт изнутри. Я не знаю, что делать с этим ферментом. Будем над этим работать. Да, Лёш. Будем над этим работать. Будем находить какие-то рецепты, которые расщепляют его быстрее. Так вот, я хотел вернуться к чему. Я на примере этой водки хотел, основываясь на фильме «Мятежники», где ты играла главу администрации, по большому счёту такого коррупционера, отрицательного персонажа. Но что интересно... Я не знаю, кого я играла. Мы не будем говорить. Этот отрицательный персонаж вызывает симпатию. На мой взгляд, является таким александрийским столбом. Фильм. Почему? Потому что дети, которые борются за справедливость, им нужен фон, на фоне которого было бы видно, что они борются за справедливость. Так вот, ты создала этот фон. А когда ты пила в ресторане рюмку водки, учитывая то, что ты никогда не пила до этого водку и не пьёшь водку, то это будет интересно зрителям посмотреть. Я думаю, мы выложим этот отрывок в нашем с тобой диалоге, чтобы люди увидели, что значит играть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, страшно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты так вкусно пьёшь. Я говорю, как можно водку пить вкусно? Я, в принципе, её ненавижу. То есть я водку когда-то, конечно, пригубляла. Но я не пью, не пила. Я вообще не знаю, что такое водка, в смысле, как напиток. Не понимаю, потому что мне кажется, он невкусный. Вот говорят, что иногда на эпизоде держится весь фильм. Так вот этот эпизод, который, например, других эпизодов я не помню. А вот этот эпизод, он такой стержневой. Лёшечка, а может, просто ты его помнишь, потому что у тебя хорошее отношение с водкой? Нет, я бы не сказал. Для чего? Для вкусовых ощущений. Каких? Ты же ешь перец, перец ешь или горчицу ешь. Нет, ну я понимаю вино. Ну подожди, но вино. Там у вина есть вкус, у коньяка есть вкус, а у водки. Вот скажи, как ты тогда смогла так эстетично выпить, не понимая, зачем пить? Вот объясни, объясни людям, которые смотрят нас, вот как сыграть так, чтобы то, через что ты не проходила, чтобы тебе поверили. А комплимент можно себе сделать? Конечно, нужно. Вот Олег Павлович Табаков мне говорил, это мне было очень приятно, он говорил, что я очень талантливая актриса. А ещё был момент, это был третий курс, когда я сыграла очень много ролей, и он мне поставил четвёрку за год, ну то есть не в диплом, а в аттестат он мне поставил четвёрку по актёрскому мастерству, а Марине Зудиной за те же роли, а мы с ней были на одних и тех же ролях, хотя мы абсолютно разные, ну то есть просто абсолютно, она всё-таки такая романтичная, такая воздушная, я такая бой баба, да, говорят, и такие роли у нас были. Так вот он ей поставил пять, а мне поставил, Лёш, четыре. И я уже рассказывала своим студентам эту историю, когда он мне поставил четыре, он объявлял, он нас собрал, и Табаков объявляет всегда, ну оценки, кто что получил за год. Спиркина, хорошо! Ну хорошо, в смысле четыре. И я, я расплакалась. Я говорю, а почему? Он говорит, что с собой? А я прям реально очень расстроилась и расплакалась. Он говорит, ты что, Спиркина, что ты, успокойся, это всего лишь оценка. Я говорю, я не понимаю, а почему Мария? А Мария пять, а мне четыре. И что сказал Табаков? Дело в том, что Маришка, он так периодически её так называл, Маришка, а меня, кстати, всегда называл Ольга. К тебе серьёзно относился, а к ней так, расслабительно. Ну, так. Ну, мы сейчас ещё об этом поговорим. Ну, смотри, и он говорит фразу, которая осталась, конечно... Я над ней думаю до сих пор. И он говорит, дело в том, что Маришка, она, говорит, сделала максимум того, что она могла сделать. Она прям выложилась на все сто. И я вижу, что вот, ну вот всё она, вот что могла, то сделала. Больше не может. Именно. А твоего, Спиркина, потолка я не вижу. Я подумала, что это оскорбление со стороны Табакова. А я не понял, почему он на тебе не женился, чтобы увидеть твой потолок, а женился на Маришке, чей потолок виден. Да, и что? А я тебе объясню, потому что я семьи не разрушаю. Это моя принципиальная женская позиция даже тогда. Это уже позиция. Когда я была ещё молоденькой девочкой. Могут быть какие-то отношения, даже на то, чтобы жена не знала. Это, во-первых, семьи разрушать плохо. То есть делать так, что если это семью укрепляет, то можно, а это разрушает, то нельзя. Знаете, такого замечательного актёра Андрея Смолякова, и Андрюха всё время... Он же тоже с Табаковской. Да, он Табаковский. И он... Да, Табаковский. И Андрюха всё время говорил, хороший левак, ребята, укрепляет брак. Вот. Но он должен быть хорошим. Должна быть комиссия, которая определит хорошего леваком. Я с ним тоже тогда была не согласна, потому что всё-таки я же женщина, я же тоже жена. Ну как это? Ну как это? Я, между прочим, тоже развелась из-за этого со своим третьим мужем, с которым опять час сошлось. Ну вот. Это тоже искусство. Вернуться. Вернуться к бывшему. Да. Ну потому что всё, уже сейчас просто прошло время, я его простила, и уже какие-то другие отношения, думаю, ну и ладно. Вот. И потом уже я отыгралась, отомстила как могла, уже всё нормально. Да. Счёты сведены. То есть ты всё расставила, как режиссёр. Абсолютно. Первый был акт, второй акт. Да, второй. А сейчас ещё не последний. Именно. Какой ты умный, всё понимаешь, да? Да я понимаю, что он, я же его видел, Давид всё время в ощущении того, что это не последний акт, а когда человек в ожидании, с ним можно работать, правильно? Да. На самом деле сейчас просто отношения действительно уже другие, и всё как-то проще. Но мы прожили 15 лет. На 15-м году развелись. Это всё-таки срок. Короче, когда Табаков сказал, что он не видит моего потолка, и что он не может мне ставить пять, потому что это не пять для меня, я не поняла тогда. Я прям очень сильно обиделась. Я прям, это вот для меня была проблема. Но до сих пор я над этим думаю. Спустя какое-то время я поняла, что это комплимент. То есть это комплимент, это значит, я много могу ещё показать. Конечно. Это я тебе отвечаю по поводу того, что можно не знать, что такое водка, но делать это вкусно. Конечно, конечно. Но ты сделала это очень примечательно, то, что ты никогда не пила водку. Никогда. Вот в этом. Не-не-не, но она же невкусная. Это знаешь, как попробуй не сыграть. Вот ты попробовала, и у тебя сразу получилось. Вот за один этот эпизод тебе можно давать звание не на какой-то там народной артистке, там, уничижительно, а народной актрисы Российской Федерации. Почему? Потому что это же символ. Вот вы мне и поможете. Мы, конечно, конечно, мы инициируем. Мы скажем, почему человек, который может выпить народный напиток, так выпить, чтобы... Надо дать ей народный. Да. Надо её приблизить к народу. А как её приблизить? Только званием народной актрисы. А это правда. Учредить. Это правда. Вот так. А Табаков, да, он же бережно относился к актёрам. Я помню в своё время, вот когда там табакерка только начиналась, говорю, Олег Павлович, у меня есть иностранцы, можно они по присутствию там на репетицию посмотрят, как процесс. Он говорит, я там с актрисами и с актёрами такое делаю, что это публично выносить нельзя. У неё действительно была такая... Такая полиция. На самом деле. Он считал это такой сокровенный процесс репетиции, когда это понятно, что на кого-то надо надавить, довести его до состояния. Он настолько, Табаков был настолько умный педагог, он настолько был хороший психолог, он знал реально, как с кем из нас надо работать. То есть так, чтобы не вот по головке гладить, а так, ну, для того, чтобы эти дети, мы тогда были детьми, достигли профессиональных успехов. Это правда. А вот о детях. Вот Олейников, нас общий знакомый, который как раз был режиссёром фильма «Мятежники», вот какой у него творческий подход к детям, он же тоже давно работает с детьми, с детьми, у него есть какая-то методика авторская, да, что он как-то готовит их и делает так, чтобы они могли раскрыться. Вот чем у него, например, отличается его подход от Табаковского? Ты знаешь, ты знаешь, дело в том, что Володе, ему, конечно, очень, наверное, обидно, когда мы говорим всё время про Петрова и Васечкина, да, вот, но, потому что сейчас вот уже мятежники и опять дети, но он настолько мягко, настолько как бы не работает с ними... Как бы ненароком. Как бы ненароком. Он просто с ними общается, он просто с ними разговаривает. Это такой просто процесс, от которого все получают удовольствие. И, наверное, дети, потому что вот это вот дубль один, дубль два, дубль три, так, мотор, там, да, начали, всё, камера. Это, конечно, детей, я просто понимаю прекрасно, это детей, конечно, напрягает. Они же не умеют играть, они умеют жить. Если это получается, то это просто удивительный результат для картины, для режиссёра, для всей съёмочной группы. А если ребёнок в зажиме, он ничего вам искреннего не покажет. Фактически они живут в кадре. Они живут. Они либо живут, либо не живут. И тогда вот это всё такое искусственное, такое всё притянутое за уши. Вот в этом и разница, потому что ты, как профессионал, играешь, причём играешь так, что твою игру нельзя отличить от реальной жизни, а они просто живут. Так я понимаю. Просто живут. Я как должна сейчас относиться к твоему комплименту? Это не комплимент, это просто творческий метод Олейникова. Да, это творческий. Дайте профессионалам играть, а детям дайте просто возможность жить. А детям дайте жить в кадре. Быть органичными, да. И он, конечно, ну он же умный Олейников. Вообще так приятно, когда на съёмочной площадке собирается энное количество умных, интеллектуальных людей. И самое главное, ты знаешь, я вот недавно до этого дошла. Мы все любим деньги. Ну, в смысле, как любим? Ну, в той или в другой степени, меньше, больше. Но лучше, когда они любят нас. Лучше, когда они любят нас. Ну, давайте признаемся и не будем ханджами, они нам всем нужны. Для реализации целей, задач, они нам нужны. Это ресурс. Конечно, это ресурс. Но, когда на съёмочной площадке всё-таки в первую очередь люди собираются не для того, чтобы бабла нарубить, а для того, чтобы реализовать какую-то задачу общую, да, какую-то цель общую. Как у нас у актёров. У нас же есть задача, есть сверхзадача. Грубо говоря, мне нужно выйти в дверь. Это вот простая цель. Выйти сейчас в дверь. А вот выйти в дверь, но так, чтобы меня кто-то испугался, например, или наоборот, чтобы кто-то обрадовался. Вот это... Это другая задача. Это другая задача. Так вот у актёров есть много самых разных задач, да. И также здесь, конечно, картина любая должна принести каких-то денег. Она должна быть реализована, эта цель. Но мы не должны об этом думать. То есть творческая команда во главе с режиссёром... То есть мы не имеем права, творческие люди, ставить это во главе угла. Но не имеем права. Ну да, во главе угла дела, результат. Конечно. Которого ты достигаешь. Ты для чего это делаешь? Ты для чего снимаешь или снимаешься? Потому что, честно говоря, я вот, пожалуй, не на все бы роли согласилась. И соглашалась, кстати. Не на все. И не на все ток-шоу я соглашаюсь. Ну, потому что... Ну, я стараюсь как-то... Да правда. Ты же с одного фактически набора. Вот с Машковым, они же тоже начинали с Табаковым. С Женей Мироновым. Табаков, кстати, выпустил очень много хороших. Да, но они в тяжелое для кинематографа времена остались, как-то пытались приспособиться. А ты все-таки так пошла, пошла в другую стезю, отдышалась, решила, решила, потому что педагогика это тоже какое-то направление интересное. Ты попробовала себя и там, и там. То есть ты для себя открыла несколько новых путей. Это очень сложная история, и ты, конечно, это помнишь, 90-е годы, когда я выходила на сцену. Кстати, даже в Табакерке были свободные места, а Табакерка, она же маленькая, это же камерная, то есть чем-то мест. И даже когда в Табакерке свободные места, а я играла спектакль в Новом драматическом театре на улице Проходчиков, он и сейчас есть, с Кириллом Казаковым, это сын того самого известного Казакова и режиссера, и актера, очень хороший актер, Кирилл Казаков. И мы с ним в главных ролях, у нас две главные роли, 800 человек в зале. Мы не видим зал, и тут вдруг свет прожектором вот туда в зал, и я вижу, это вот начало 90-х прямо, или 89-й, и я вижу, что зал пустой. Здесь несколько подростков, 800, да, там несколько бабушек каких-то, и военные сидят там, ну, человек 10, там рядом пограничное училище или что-то такое, в общем, пограничники. И зал пустой. А я плачу настоящими слезами. У нас такая романтическая сцена с Кириллом. Мы все про любовь. И я такая воздушная, любящая и плачущая. И вот в этот момент, честно, я поняла, что нет. А я думал, ты заплакала сильнее, когда увидела пустой звук. Ну, знаешь, я сыграла как надо, по рисунку роли сильнее плакать не стала, хотя меня это подогрело, конечно. После этого спектакля я очень хорошо помню, как я приняла решение, что я ухожу из актерской профессии. И я пошла в журналистику, в МГУ на факультет журналистики, закончила. И все 90-е, о, Господи, спасибо тебе большое, все 90-е, 10 лет я отсиделась на телевидении. Ну, я шучу, конечно, я нифига не отсиделась. Я пришла к респондентам, через год я уже была телеведущей. Ты отстояла. То есть я прям приобрела замечательную профессию, еще раз говорю, от корреспондента до главного редактора, до программного продюсера. Я сделала такое количество передач, и как ведущая, конечно, в том числе, надо сказать, моя актерская профессия, очень мне в этом подмогла. Мне было проще работать, чем журналистом. Ну, вечно, на телевидении есть те, кто отсиживаются, есть те, кто отлеживаются, а есть те, кто отстаиваются. Вот ты и стойка, ты стояла. Абсолютно. И получила даже телевизионные премии и награды. 1993 год я получила премию «Лучшие журналисты года» в Кремлевском дворце съезда. Я получила премию, итальянскую национальную премию «Брианца» за первое место в номинации документальный авторский фильм. Это фильм о Переславле-Залесском. Я получила ордена и награды. У меня есть орден. Орденоносец. Женщина-орденоносец, да. У меня есть орден «Крест за профессиональную честь, достоинство, деловую репутацию», а еще есть орден «Профессионалы России». Ну, «Крест» на тебе рано поставили. Тебе надо было от него отказаться. Да, но такое хорошее, между прочим, с рубинами, с настоящими. А скажи, вот у нас недавно был такой диалог в кулуарах с Дарьей Таран, который тоже является играть в театре, в том числе и у Олейников, в спектакле, ты с ней играешь. И вот она говорит, что девочки, пахари, они трудятся над каждым моментом своим, а у мальчика все просто так дается. А я почему-то раньше слышал, что наоборот, девочки больше предрасположены к тому, чтобы играть, а мальчикам как-то надо выходить. А она говорит, нет, мы девочки-труженицы, а мальчики у них все тяп-ляп, что получается, то получается. Вот твой взгляд на эту концепцию. Ты знаешь, я с Дашей соглашусь, мои наблюдения роли мужчин и женщин по жизни... То есть это не только там, а вообще по жизни. Везде, по жизни. Мальчики нацелены все-таки больше на результат. Мальчики не будут работать за маленькую зарплату. Девочки гораздо более терпеливые. Я предпочитаю в своем коллективе сотрудников девочек, прости, потому что девочки, как сотрудники, гораздо более исполнительные, въедливые, ответственные. Мальчики такие зачастую... Это я сейчас тебе как руководитель школы говорю, да? Мальчики безбашенные, гораздо менее ответственные. Они ведь мыслят по-другому. У них планов громадье. И вот эта вот суета ваша, девичья, понимаешь, хлеб насущный, вот это вот ребенка накормить, во что одеть ребенка. Какие-то такие бытовые приземленные вещи мужчин, в общем-то, не волнуют. Так вот, я растила своих двух дочек сама. Я всегда зарабатывала сама и ни на кого не надеялась. И я понимала, что это моя задача оплатить педагогов детям, купить им хорошую одежду, заплатить за всякие кружки и так далее, за образование. Ну, в общем, что тут говорить? И я понимала, что если такая цель и задача стоит у женщины, она обязательно сдюжит, она обязательно детей поднимет, и мужчин в том числе. Ну, сказать честно, мне кажется, что последние 50, если не сказать 100, но 50 лет, мне кажется, что 50 точно, а уж последние 30 наверняка, мне кажется, уже давно матриархат. Просто об этом не принято говорить и, наверное, неправильно вносить смуту. Наверное, с момента окончания войны, с 45-го где-то года. Видишь, как ты меня понимаешь. Ну, знаешь, я хочу сказать защиту актеров-мужчин. Есть, как упомянуты нами, Владимир Машков, Левгений Миронов. Я считаю, что есть мужчины с большей женской душой, чем сами женщины. Вот они и становятся выдающимися актерами-мужчинами. Потому что есть актеры, у которых женская душа выше, выше, чем мужское. Вообще, не знаю, как это будет правильно. Сейчас обидятся на меня все мужчины, актеры. А я тебя поддерживаю. Актеры не совсем мужчины. Да. Ну, в моем понимании, но не совсем мужчины. Они прям реально... Ну, они прям... Вот для меня они такие подружки. Да. Не в смысле их сексуальной ориентации, а подружки в смысле... По психотипу. Да, по психотипу, да. Потому что мужчина, который выбирает себе такую профессию... Ну, вот я сейчас, как режиссер... Который говорит, посмотрите на меня. Вот какой я. А вот как я смотрюсь. Да? Отсюда. И который занят очень собой. И как он выглядит. И какая у него форма. Как он... Вот в какой он форме. Ну, слушай. Вот даже меня не волнует зачастую, в какой я форме. Да. Потому что ты думаешь совершенно про другие вещи. Гораздо более глобальные. Вот. Правда. Я вот меньше думаю про то, в какой я физической форме. Я больше думаю... Не буду здесь говорить, о чем я говорю. Не надо. Сохрани еще до следующего. Хорошо. Что-то. Ладно. Перчинку. Изюминку. Да. Ну, вот. Ну, в общем, короче, о душе и так далее. А вот мужчины, актеры, они прям зациклены на этом. А если они на этом не зациклены, то они обязательно станут режиссером. Обязательно. Да. Да. Они уходят из актерской профессии, как только они созревают, вот, ну, там, после 35, после 40. А уж после 45 точно. И они уходят в режиссуру. Они понимают, что как-то узко им в этих границах. Вот это точно. Поэтому допростят меня актеры и мужчины. Они мне очень симпатичны, как коллеги по цеху. Я понимаю, ты не можешь играть мужские роли, поэтому ты должна их терпеть. Слушай, я играла прекрасную в табакерке, я играла прекрасную мужскую роль. Прекрасную юношу играла. Да, есть такая прекрасная пьеса. Называется она «Избранник судьбы». Это Бернард Шоу. И там про эту историю реальную с Наполеоном, где девушка переоделась в мужчину, который принесла ему депешу. Там такая очень интересная интрига вокруг этого. И я такого типа гусара играла. Ну, то есть, немножко мне грудь затянули. Но нормально. Ты была гусаром, грудь колесом. Это нормально для гусара. Нормально для гусара. Но я просто помню, как меня утягивали. А это неправильно. Надо было наоборот сказать. У нас гусар, грудь колесом. Грудь колесом. В общем, короче, я играла мужскую роль. Ну, я говорила нормальным мужским голосом. Но ты, как сейчас помню, нормальным таким мужским голосом. Ну, после того, как я увидел, как ты пила водку, никогда. Я понимаю, что ты можешь пить. Могу нормально вообще. А табакерка, это же такой камерный зал. Я помню, я когда сидел на первом ряду, и там шпагой прямо перед моим носом вот так махали. Я как-то так себя дискомфортное чувствую. Там было фактически соединение зала. Конечно, конечно, конечно. Это просто такой камерный, маленький. Это все общее. Это такое общее пространство. И я играла, да, избранник судьбы. Я играла. Отлично, видишь. Мы теперь видели, что мы все. Давай теперь вернемся к мятежу. Давай к мятежникам вернемся. Мы же начали с новой среды, с культурной революцией. Так вот, искусство, по большому счету, это всегда внутренний мятеж. Мятеж какой-то для того, чтобы идти дальше. Ну, вообще успокаиваться нельзя. Да, да. То есть ты себя вот так вот постоянно-постоянно что-то поднимаешься. Мы такие мятежные люди, это правда. А без этого нельзя. А вот скажи, вообще двигаться вперед хотя бы вот без внутреннего мятежа можно? Нет, конечно. Нет, да. Нет, конечно. То есть все равно... Мятеж – это и есть стремление вперед. Это желание что-то менять. Менять в себе в первую очередь. Прежде всего себя, конечно. Прежде всего себя, свою жизнь, свое окружение. Ну, и, конечно, действительность. Понятно, насколько ты можешь. А как же мятежники? Вообще творческие личности – все мятежники, мне кажется. А иначе ты чиновник. Конечно. То есть у тебя весь мир разделяется на мятежников и чиновников. И чиновников, да. То есть если чиновник стал мятежником, это уже не чиновник. Это исключение, подтверждающее правило. Да, да. Да нет, конечно, чиновник может быть мятежником, но это исключение. Товарищи, мы вбили первые гвозди к культурной революции в нашу новую среду с Ольгой Борисовной Спиркиной. Будем продолжать, потому что чувствую, что вам понравилось. Поэтому будем затрагивать другие пласты. А сейчас пока достаточно, чтобы вы не лопнули от ощущений. Чтобы у вас ваш внутренний мятеж бы заревал постепенно. Да? Да, я согласна. Ольга Борисовна, спасибо. Я согласна. С вами, как всегда, хорошо. Спасибо большое. Со мной не всегда комфортно. А комфорт и хорошо – это разные вещи. Бывает иногда дискомфортно, но хорошо. Особенно, когда потом думаешь, а хорошо ли мне было? Да, было некомфортно, но хорошо. Мне с тобой тоже было хорошо. Ну, вот будем смотреть вперед. Хорошо. Назад посмотрим. Хорошо. Вот так. Хорошо. Спасибо. Всем спасибо, всем пока. Вот мы говорили о Табакове, как и педагоге, как и об управленце. Как, по-твоему? Вот к сегодняшней системе управления очень много нареканий. Так вот, есть ли чему нынешним управленцам поучиться у Табакова? У Табакова? Да. У Табакова, конечно, есть чему поучиться. Я тебе честно скажу. Не было бы моей школы, и я бы не стала руководителем медиашколы, а ей уже 15 лет. Я не знаю, как я это делаю. Спасибо Табакова. Ты продолжательница делала Табакова. Я ей говорю, если бы не Табаков, и если бы я не получила эту прививку от Табакова, а я подглядывала, как он руководит школой, я, конечно, пошла по его стопам. И что мне нравилось? Единственное, что я как управленец не реализовала, подсмотрев у Табакова, но я девочка, он, конечно, был жесткий. Он был жесткий, но при этом атмосфера всегда была очень человеческая и очень доброжелательная. Но в принятии решений он был... Вернее, даже знаешь как? Табаков был не жесткий, а честный. Честный. То есть никакого лука. То есть если плохо, он не говорит хорошо. Если плохо, вот смотрите, он нас набрал 20 с чем-то человек. В итоге в школе-студии Табакова он нас выпустил 12. И он просто брал и вот так вот и говорил. Нет, дальше я тебя учить не буду. Почему? Вот почему аргументировал. Я даю профессию только тем, внимание, в ком я уверен, что я знаю, что этот человек точно заработает себе этой профессии актерской на кусок хлеба. Это правильно. И он не давал, он не обманывал людей. Он давал обратную связь, очень честную. И я очень честно со своими студентами. Но единственное, что, конечно, я очень добрая с подчиненными. Вот я балую, балую. Но еще раз говорю. Но все-таки у тебя свой подход. Тут же нельзя копировать на 100%. У каждого стоит подход. И потом, понимаешь, какая история. Табаков этим не зарабатывал деньги все-таки. Я вынуждена зарабатывать деньги. Тут я вот как-то понимаю, что мне надо сотрудников все-таки вот побаловать иногда. Табаков мог себе позволить вот такую абсолютную честность. Знаете, что мне нравилось в нем, как в управленце? Он себя спрашивал точно так же строго, как и с нас. Не было такого. Слушайте, он вместе с нами по ночам репетировал. Он вместе с нами по этим гастролям. Кстати говоря, первая заграничная поездка, выбил ее табаков. А куда вы поехали? В Венгрию. В Венгрию. Говорят, кто-то там не птица. В Венгрии не заграница тогда говорили. Курица. В каком это году было? Вторая половина 80-х, так скажем. Да, наверное, 86-й. И мы поехали за границу. Я просто вспоминаю, он, будучи намного... То есть он все-таки уже был зрелый человек. Более того, у него уже были инфаркты. Он все равно себя не шею делал. Он же рано инфаркты получил. Да, он очень рано получил. У него первый парк, не было ему 40-ка. Да, даже 40-ка не было. И он себя... То есть он переживал. Внутри он не просто переживал. Через переживание. И он... Но он же артист прекрасный. Нельзя стать хорошим артистом. Не переживая. Не будучи эмпатиком и не будучи экстравертом. Понимаешь, ты все равно все через себя пропускаешь. И когда мне говорят, а ты не бери близко к сердцу. Я говорю, послушайте, если бы я могла не брать близко к сердцу, то я, скорее всего, была бы либо бухгалтером, ну, либо там инженером-строителем, но уж никак не артисткой. Правда же? Ну, то есть как можно... То есть надо уметь профессионально брать близко к сердцу. Близко к сердцу. И вот Табаков был такой. Поэтому инфаркты, поэтому высокое давление. Все это понятно. Я вот в защиту Табакова и в защиту твоего альтер-эго Марине Зудиной расскажу один эпизод. 89-й год, весна. Я сижу такой... Был, помнишь, корпоративный ресторан «Сказка» на Таганке? Ну, их было всего несколько. На Кропоткинской был, на Таганке, в Товарищеском переулке. Я сижу с Марией Зудиной, она говорит, вот Табаков пригласил меня в Финляндию. Ну, поехать летом. А я вот думаю, семья... Ты же помнишь, говоришь, что... Люда Крылова, замечательная. Семья, семья, семья. Потрясающая жена. Говорю, ну и как ты на это смотришь? Она говорит, ну вот Табаков мне сказал, если ты не поедешь, я буду вынужден испортить жизнь кому-то другому, хорошему человеку. Например, Оле Спиркиной. А я тогда не знал, что такая Оля Спиркина. И я говорю, тогда бери на себя ответственность, Марина. Кто же, если не ты? Если он кому-то другому испортит жизнь, то езжай ты. Возьми на себя этот удар. Она говорит, другого выхода нет. И трагически ушла. И трагически ушла. И поехала в Финляндию. Финляндию. Трагически, да. Надо сказать, сейчас уже можно об этом говорить, конечно. Табаков очень за мной ухаживал, но... Я знаю об этом. Ты знаешь? Я не принимала эти ухаживания. Просто еще раз говорю, я тогда уже понимала, что есть, понимаешь, какие-то поступки, которые я себе... Человеческие, которые я себе не могу позволить. Ты человек-кремень. Из искры возгорится пламя. А кремень он отдает искру. Я ведь не потому, что Табаков мне не нравился. Он мне очень нравился. Но он тебе нравился как учитель. Он мне нравился как человек. Как гений. Конечно, конечно. Как звезда, понимаешь? И он, конечно, еще тогда он был очень обаятельным мужчиной. Конечно. Очень. Но жить со звездой, это не то самое, что с живым человеком. Это правда. Но я, конечно, вот... Ну, я вышла замуж за однокурсника своего. Олег Павлович единственный, кто не пришел на нашу свадьбу. Хотя, конечно же, мы его звали. Почему? Неодобрял? Понятно. Это тайна поклонности. Ну, видишь, я тоже сделал все, чтобы Зудина взяла на себя ответственность, и чтобы тебя не коснулось. Тень разлучницы. Разлучницы. Да, да. Тут ничего не попить. Нет, разлучница. Потрясающая жена Люси Крылова. Она мне очень нравилась. Она же прекрасная артистка, театр «Современник». И она удивительная женщина. Людмила Крылова, она просто... Мы же ее видели. Она же приходила к нам тоже в табакерку. И она мне казалась такой благородной, такой умной, такой утонченной. Ну, а что, я-то молоденькая девчонка совсем, я думала, какая она классная. Какая у Табакова классная жена. И ты свои ощущения не предала. Это важно. Нет. Знаешь, я считаю, что пока мы не предаем свои ощущения молодости, детства, когда нам кажется, что все по плечу, мы живем и двигаемся дальше. В этом есть основа нашего мятежа. Не предавать себя вчерашнего. Это правда. Ну и потом, я честно, я понимаю, что можно много приобрести от брака с очень известным человеком. Можно очень много извлечь выгоды. Но я, Леша, до сих пор не научилась извлекать выгоду. Будем учиться. Я буду над этим... Да, будем работать. У меня еще есть, в принципе, время. Конечно, есть время. Можно себя попробовать... Как-то спорректировать. Да, сыграть роль человека, извлекающего выгоду. Это да. Как Табаков любил говорить. А он же такой был, достаточно потом поел, там, раздал. И он говорит такой груз, как я, нести тяжело. Не каждый потащит. Не каждый. Да, да, да. Нет, конечно, я понимаю, что общение или жизнь, скажем так, совместная с таким человеком, конечно, очень выгодно. И, конечно, наверное... И так с ним взаимодействовало. Взаимодействовало, но не так эффективно, конечно. Можно было бы получить гораздо больше. Ну, видишь, это же не твоя проблема, что твоего потолка он не видел, а Зудинский видел. Ну, это иногда человеку хочется какой-то определенности. Он видит вот потолок такой. А когда он видит то ли потолок над ним, то ли звездное небо, он начинает переживать. Это Бакова, он был хозяйственный. Помнишь, когда он умер, на счету театра осталось 300 миллионов рублей. Заначка, заначка. Он всегда жил по принципу советскому, а пусть заначка будет. Вот ты была его заначкой. Если бы он дотянул к 400 миллионам, он бы еще и тебя присоединил и научил бы тебя делать. Ну, ты знаешь, когда я не осталась в табакерке по известной причине, я ушла в новый драматический театр, потому что очень было тяжело находиться. Ну, такая личная у меня была ситуация с Маришкой, что ну, как-то мне было правильно уйти в другой театр. И я ушла в новый драматический. Но мы все время с табаком встречались, и мы все время... Я приходила на спектакли, заходила в гримёрку. И я помню, когда... Ты, наверное, помнишь, был такой журнальчик, то ли театр он назывался, то какой-то такой журнал театральный. И там я оказалась на обложке спектакля нового драматического театра «Танго». Ну, то есть первый кадр... Это там, где было мало зрителей? Там, где было много зрителей. А, да, где было мало зрителей, но много мест. Но за героизм тебя на обложку поместили. Да. И вот из этого спектакля «Танго» Мрожика фотография была на обложке моя. И он, конечно же, увидел. И он мне об этом потом в гримёрке сказал. «Горжусь тобой, ты молодец». Вот молодец, говорит. То есть я же сразу из «Табакирки» тут же в «Новый драматический». И там сразу три главных роли. И он мне прямо сказал. «Молодец, молодец, Спиркина, горжусь тобой». Товарищи, давайте все гордиться вместе с Табаковым Ольгой Борисовной Спиркиной. Не пожалеете. Гордитесь. Она на очередном этапе своего пути, когда она научится извлекать выгоду. И о вас тоже подумает. Вот теперь задача номер один для меня – научиться извлекать выгоду. Ты же поможешь? Конечно. Спасибо. Можете на нас положиться. Спасибо. Федор Тепанович, вы бы делами занялись. Пока мы тут поговорим с Валерием Игнатьевичем. Да, конечно, Татьяна Васильевна. Я как раз собирался идти, у меня дел по горло. Всего доброго, Валерий Игнатьевич. Спасибо вам за такую презентацию. До свидания. Вам спасибо. До свидания. Пошла я у тебя на поводу, а теперь волнуюсь. Вы не о том думаете, Татьяна Васильевна. Вы лучше думаете о том, какие там бабки потекут. Татьяна Васильевна. Татьяна Васильевна. Татьяна Васильевна. Татьяна Васильевна. Продолжение следует...